Шалом! Недельная глава в Икра. Начинаем новая книга, третья книга. Книга в Икра называется тоже Торат Коаним, Тора Коани. Там рассказывается по жертвоприношению и остальные законы Коани. Корбан, жертва, на иврите переводится приближение, литкарев, приближится. И крив, это корбанок, как написано, он приблизил его приближение. Не как в остальные законы, что слово жертва или на немецком опфер, это неправильно, это дает коннотацию, говорит, что какое-то уничтожение, какая-то потеря. А на иврите корбан, это приближение, это вещь, которая нам приближает к Всевышнему. Тора говорит о дамке, о крив, человек, когда он приносит жертва, и Тора причесает разные жертвы. Потом, когда Тора начинает говорить по мучной жертве, Минха, она говорит венефешки, это крив, душа, когда она приносит жертва. Говорит Раши, почему именно в мучная жертва написана душа, потому что мучная жертва обычно приносит бедный человек. Он дает Всевышний то, что у него есть. У него нет жертва отживет мне, но у него есть мука. Говорит Тора нефеш, Всевышний говорит, я эту муку читаю, как ты пожертвовал твоя душа. Самое главное, жертва это душа, душа, которую мы вложим внутри этой жертва. В трактат Шаббат 30 написано, что Давида Минх говорит Всевышний, я хочу построить храм. Как известно, что Всевышний его не разрешил, только его сын Шеломо построил храм. И в Талмуд приведено пасук из псалм «Китов йомбаха цареха меалев» «Лучше один день в твой дворец от тысячи». И Талмуд объясняет, что Всевышний говорил Давид «Один день, который ты сидишь и учишь Тора, мне важнее, чем тысячи жертвы на жертвенник, который будет принести твой сын Шеломо». Самое главное, в жертве принесение это наши душа. То, что мы пожертвуем в Севишний. Трактат Брахот 32. И сказал Раби Елазар, Габи Елазар, Габи Елазар, Габи Елазар, Габи Елазар, «Годолат филла, יותר мина коровонот». «Малитва, анаважней, чем жертвы принесение, как написано, וישаяу, начало, ישаяу, как мы говорите в рейс-кинарод». «Отим и навсевишни, лама нероз, в грехем, яомар Ашем». «Зад чем, я в север, что жертвы саввати, а улот айлин, в хрмерим». «Я уже сытый от всей вашей жертвы, и жир, беков и так далее, которые вы мне приносите лоха, фац, я этого не хочу». Есть известный спор между Рамбом и Рамбан. «Зачем вообще Всевишний нам приказал принести жертвы?». Но, в итоге, все согласны, что самое главное в жертву, это душа, которую человек приносит, как написано в Тора. Шесть раз повторяется только в глава, в экране, и еще раз, очень много раз в Тора повторяется. Вот эта фраза, «Ише, рех, нехуах, ла-шем». «Агнопалимье, благоуханье, Господу». «Агнопалимье, благоуханье, Господу» повторяется всовремя это слово, что самое главное в жертву, это дух. «Малбин», на главе Нох, написано, что когда Нох вишол из Ковчег, он принес жертву, «Вояр, ах, ашем, и дрях, анихуах, и все Вишни понюхал от этот запах, это благоуханье». И он говорил, «Боже, я не буду принести потоп в мире». Объяснает Малбин, что «рех», запах на иврите, от слова «вуханью», от слова «духовность», это имеется в виду, что всовишний от жертвы, он берет духовность, твой духовность, твое сердце, твои мысли, которые ты сунул в это жертвы. И когда этого нет, как мы уже цитировали, пророк Ишай, он говорит, «тогда мне эти жертвы не нужны». И продолжает Малбин, что когда Всевишний принимает жертву, он принимает духовность, которая выходит от этой жертвы. И это на ходуах перед Всевишней, это благоуханье перед Всевишней, как Ноах сам принес себя в жертву, как написано у Авраама вину, что Всевишний говорит, «запах Авраама вину поднимается ко мне от пламя, которое зажигли Авраам, как Немрод бросил Авраам в огне». И Всевишний говорит, «До сих пор я нюхаю запах, сгоревший Авраам». Авраам не сгорел, потому что в духовном он был готов давать себе ради Бога. И то же самое с ханамия Мишель и Азария, когда они выходят в Нецр, им бросил в огне, и они вышли, и Всевишний говорит, «запах их, поднимается передо мной, типа они поднялись жертвы». И заканчивает Малбим, завершает Малбим, что то, что есть в корне, остается на ветке. Мы ветке эти корни, Авраама вину, Ноах, ханейна Мишель и Азария, и поэтому мы готовы давать себе, давать наши души ради Бога, если надо. Ицхак – это буквы «кец», «хай», «кец» – это конец, и «хай» – это жив. В Ицхаке есть какая-то притворечия, с одной стороны его читают как мертвый, Авраам его принес в жертву, а с другой стороны он живой. В трактат «Звахим» 62 написано, что Всевишний говорит «эфро» «шель Ицхак» «гэу» «мунах и фанай» «алгава Мишель». Смотрите, пепел, Ицхак лежит передо мной на жертвенник. Всевишний, тот поступок, который Авраам делал, он читал, как он принес его сын в жертву, потому что самое главное в жертву – это наши мысли, которые мы поднимаем на более духовное место. Брахот «Юдзайм» написано в 17, что в 6, когда он сидел в посту, когда он завершал молитву, он читал такая молитва «ребона уламим» «всевишний» «галуй ведре фанеха» перед тобой известно, что когда бета Микдаш стоял, человек грешил, принес корбан. И вот этот корбан, эта жертвова, на жертвуник поднимали только хлеб и дам, только жир и бросили кровь на месбеах. И ты узкопил человеку его грех. А теперь, что я сидел в пост, и я уменьшил мой жир и мой кровь. И родцом мне фанеха, дай Бог, или я прошу перед тобой, что этот жир и дом, который уменьшился, и за пост, что он читался перед тобой, как я его принес жертва перед тобой на жертвуник, и ты принял мою жертва. И как говорит Шмуэль Шаул, когда он принес много там стадий из Амалек, и он говорит «это все я хочу принести в жертву перед Всевишним». И Шмуэль Мугаварит, «Тов шмоа мезвах, טוב, лякшив михер и беним». Слишит голав Севишни. Лучше, чем лобая шертва. Лякшив, слишит венимателна, михер и беним, от лобая жир католи, тимош, принес ти. Тададай Бог, штоми, десвитна, принес ти в Севишни, настоя ши ежертва, от глобинус ти ерце. Шабат-шалом.